Первое важное решение за детей, как известно, принимают их родители. Но все чаще становятся известны случаи, когда детская пора затягивается, и родительская опека сохраняется даже над вполне взрослыми чадами. Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса россиян о том, до какого возраста стоит помогать детям и в чем именно. Жители Твери рассказали нам, с какого возраста, по их мнению, дети должны становиться самостоятельными и нужно ли их родителям продолжать оказывать им помощь. Подробнее об этом рассказывает наш корреспондент. Вопрос сепарации от родителей в каждой стране рассматривается по-разному. Так, например, в Италии считается нормой, если ребенок живет с родителями вплоть до 40 лет. А вот в России эта проблема оценивается совершенно иначе. После совершеннолетия, когда он уже может сам себя обеспечивать, а лучше, конечно, чтобы он отучился, закончил там желательно высшее образование, а затем уже самостоятельно. Всегда желательно, чтобы родители помогали, если они есть. Я думаю, с 18 лет должен. В чем-то все равно должен помогать родитель. Денежные средства, так вот. Чтобы он умел свою работу и мог зарабатывать деньги. Да, обеспечить себя. Поэтому это разный возраст. У кого-то с 18, у кого-то с 25. У всех разные возможности. Если родители могут помочь, то замечательно. Если нет, то... Как показал наш опрос, большинство респондентов считают, что отделение от родителей должно происходить в ранней молодости и в зависимости от сроков получения образования. А вот что думают по этому поводу психологи. Учитывая инфантильность нынешнего поколения, да, сегодняшнего поколения, было бы неплохо, чтобы хотя бы после вуза они подались уже, собственно, как-то сами опираться на себя больше. Находиться в более независимом положении и уходить от инфантильизма, который, в общем-то, правда, там достаточно много. Поэтому в среднем, наверное, где-то 17-21 процесс такого отделения. Получается, что российское представление о самостоятельности детей более научно обосновано, нежели западные представления о сепарации своих чад. И хотя в Европе и принято жить с родителями до порядочного возраста, у нас это все-таки считается не самым оптимальным вариантом развития событий.